Всем привет из Киева, столица Украины. Сегодня 19 июля 2018 года. Сегодня с вами Виктор Фурсов и интересная насекомая, чешуйница обыкновенная. Вполне возможно, что вы его видели, может быть никогда не видели, но иногда некоторых людей она пугает, иногда их удивляет. Оставайтесь с нами, чтобы узнать откуда они берутся и опасны ли они для человека. Сразу скажу, что не опасны. Сегодня на экране нашего телевизора вот эти чтеноходки, которых я показываю в лучах уходящего солнца и увидим, что они очень необычные. Они необычные, у них есть усики вот с левой стороны. Показываем вот этот крупный экземпляр. Зон слишком сильно не поднимается, уже солнышко даже зашло, снимаем вечером. Но в более естественном освещении все равно лучше, нежели чем под лампой. Мы видим прекрасно три пары ног. Мы видим с левой стороны усики, видим щупики, а с левой стороны три щетинки. Это как раз церки, пара церки и моноцерка. Вот этим отличается этот отряд щетинохвостки Тизонора. А внутри находится еще семейство леписмотиды, потому что это чешуйница. Чешуйница обыкновенная или чешуйница сахарная. И родовое у нее название такое веселое. Леписмосахарине. Сахарина. Сахарная. Вот такая она необычная. Вот тут собратья ее сидят, между прочим. Почему собратья? Откуда же мы их взяли? Вот собрать самый нижний, например. Видите, три пары ножек. А с правой стороны усиков нет. Обломились, бедняжка, бедняжка. Вероятно, при переселении в эту баночку, где мы ее снимаем, где-то защемились, обломились усики. Зато с левой стороны три пары щетинок вполне хорошо видны. Пара церки и моноцерка. А мы видим, что тут еще малютка есть. Да, малютка. Вот посерединке большой экземпляр, а сверху малютка. А вот тут даже одна из малюток еще и полиняла. Видим, явно, что эту шкурку сбросила. Потому что вон там как бы в левую сторону голова отодвинута. Пусть ножки так аккуратные, растрепанные. Явно, что эта шкурка после линьки личинки. Живет этот экземпляр в экстремальных условиях. Выдерживает сильную влажность, температуру высокую. И вообще считается, что это один из древнейших насекомых, которые до 300 миллионов лет. Вот так выглядят первые, первичные бескрылые насекомые. У этого насекомого нет ножек. То есть, не ножек, нету крылышков. Оно не летает. Это покрыто волосками. И чешуйница покрыта малюсенькими чешуйками. Вот так мы не видим. Здесь наше увеличение не позволяет. Вот эта более серебристая. Она очень похожа чешуйке, как на бабочке. Чем же питается такая чешуйница сахарная? Или опасна ли она? Вообще говоря, она совершенно не опасна. Несмотря на утверждения в интернете, что она приносит вред. И она портит ваши продукты. Количество чешуйниц бывает очень редко большое. Потому что они встречаются во влажных местах. Совершенно в небольшом количестве. Вот этот вид леписма вырастает до практически 2 см. Написано 1,9 см. Почти до 2 см. Но вот этот экземпляр всего лишь 1 см. А вот эти малютки меньше 1 см. Где-то, наверное, 8 см. А вот этот верхний где-то 1,5 см. Если я не шиваюсь, чуть-чуть больше 1 см. Два крупных экземпляра. Чем они отличаются? Они отличаются своей прытью. Они очень быстро бегают. И я их нашел и собрал на окошке. На окошке, потому что при открывании окошка... Окошко у нас старенькое, влажненькое. И вот на раме прячутся эти леписмы, сахарины. И мчатся они со страшной скоростью, со скоростью реактивного самолета, чтобы спрятаться. Вы ее не успеете заметить, как она пробежит полметра и спрячется в укромную трещину в дереве. Или спрячется куда-нибудь в трещинку как раз краски, например. Она тут укромно быстренько находит, есть где спрятаться. Но тут же она прыгает буквально с подоконниками. И вот путем подпрыгивания в полете мы ее и поймали. Поймали ее в полете. И не одну. Видите, целую команду, поэтому я за ними охотюсь уже, по-моему, третий день, чтобы собрать такой коллектив интересный чешуйниц. Может быть, удастся их еще снять при еще более ярком свете днем. Может быть, будет другое изображение, другой цвет. Но она все равно прекрасна, эти красивые вылеты. Она чем-то напоминает Макритц, но гораздо красивее и интереснее. А к тому же очень шустрая. И изумительно быстрая. Поймать ее руками невозможно. Вы ее просто задавите. Скорее всего, задавите, придавите. Она очень нежненькая, мягкая. Абсолютно как червячок, только очень плоский и быстробегающий. Поймать такую чешуйницу руками невозможно. Ее только в полете, в беге можно загнать куда-нибудь в ловушку. Вот я ее загнал просто. Руками гонял в разные стороны. И загнал в банку, в которой ее фотографирую. Вот снимаю. Челюсть у нее, видимо, верхняя мандибула грызущего типа. И она подгрызает разные мусорок, которые кругом находятся. Она питается, леписматиды вот эти вот, все семейство питаются изделиями из полисахаридов. То есть, это должны быть сахара, полисахариды, крахмалы. Поэтому это может быть и мука, это может быть клейстер, это может быть и целлюлоза, дерево, попросту говоря. Это может быть даже бумага. Поэтому на сухой бумаге такие вот не заводятся смешные животные. А вот на влажной, в библиотеке, если влажным стали, книги могут завестись и будут выгрызать, попросту говоря, мокрые листья. Питаться ими как вкусной сладкой целлюлозой. Я тут им предложил на вкус разные погибшие насекомых. Думаю, может быть они их съедят. Вот тут лежат пупарь и мух. Вроде не погрызли. Один экземпляр вот полинял, и один экземпляр тут даже помер. Видимо, я его все-таки чуть-чуть капельку придавил. Видите, более темные есть экземпляры, более светлые. Но сейчас уже немножко не тот цвет, не так хорошо видно. Вот видите, вот этот экземпляр, мне кажется, погиб. Все-таки она так сплющилась, как чешуйка, на то она и чешуйница. Ножки в стороны и погибла. А вот этот экземпляр, я тут подбросил кусочек яичного желтка. Думаю, что там тоже есть крахмал и белок. Думаю, что может быть и белком тоже подпитаются. Посмотрим. Красивая такая скрывающая окраска, которой они прячутся. В мире щетинок хвосток тизанура до 500 и более 500 видов, описанных из разных мест, особенно из тропиков влажных. А вот из семейства леписматида известно до 170, по-моему, 190 видов вот таких изумительных созданий. У нас в домашних условиях читается, что встречается пара видов. Вот леписмы сахарины и второй ротру термобия, который предпочитает более теплые места. Вот видите, решила так поизучать. Поизучать яичный белок. Тоже, кажется, показался ей вполне подходящим. Конечно, если будет рассыпана мука, мука или крахмал, думаю, что будут понемножку подпитываться такой мукой. Но поскольку мука обычно запечатана, вряд ли они туда проникают. Но разве что, если мука очень сильно не рассыпана и находится просто в открытом состоянии, особенно они любят просто влажные места, вряд ли, что они будут встречаться в очень сильно просушиваемых, сухих местах. Только во влажных местах. Вот здесь они и встречаются на влажном окне. Часто в доме они встречаются в ванной. Там идет туалет, где влажно. И бегают по полу. И прячутся где-то за плинтусом. Но человек они не причинают никакого вреда. Они в плане этого не кусаются, они не жалятся. Абсолютно безвредные такие вот маленькие крохотные червячки из древнего палеозойского периода. Живые динозаврики. Плоские и веселенькие. Бегают они, несут свет на быстро. Попробую снять их на следующем сюжете. Погоняю палочкой, кисточкой. Они будут носиться, как стрижи в воздухе. А тут будут носиться по... Они вот тут потихонечку пока ползают. То есть их погонять, будут носиться кругами. Вот такие забавные, интересные чешуйницы. Если вам было любопытно на них посмотреть вот так под микроскопом, под крупным зумом. Ставьте лайки. Задавайте ваши вопросы. Пишите комментарии. Мы вам покажем их еще не один раз. Вот погибшие насекомые ему понравилось. Мое предположение такое, что насекомых, они погибших здесь найдут какую-то мушку и съедят. Вот нашел личиночку как раз мельничной огневки и так потихоньку жует. Самое то. Это маленькая гусеница там. Вполне, наверное, подходит. Так что задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Виктор Фурсов и чешуйница сахарная сокошка нашего института. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Будут новые интересные истории про всяких интересных насекомых. Красивых и прекрасных. Пока-пока. До следующих встреч.